Продолжение следует... Дель курса остается прежней. Мы хотим поломать язык, поломать ухо, то есть развить свои навыки, связанные с прослушиванием английской речи, с говорением на английском языке. Окей. Для тех, кто слушает меня сейчас и для тех, кто только присоединился, я просил бы всех посмотреть первую часть курса. Курс далеко от идеала отстает. Курс не может быть использован как основное пособие. Тем не менее, в первой части мы очень много говорили о грамматике. Тем не менее, это такой, знаете, курс поддерживающий. Когда вы куда-то едете, путешествуете и надо свои навыки поддерживать, потому что английский очень быстро теряется, как и любой другой язык, если вы не употребляете его каким-то образом. Поэтому послушать, поговорить, сидя в поезде, в машине, лежа на пляже или дома после работы, когда вы устали. Все очень выложено аккуратно на Яндекс.Диске. Можно скачать все, внимательно разобрать, посмотреть. А здесь как бы даются только общие направляющие. Так, спасибо большое, что вы с нами с вами. И мы начнем с Тейп-скрипта. Те вещи, которые мы обычно делаем. Начинаем с Тейп-скрипта. А там посмотрите повнимательнее дома. Здесь мы задаем вопросы, отвечаем вопросы общего плана, общего характера. So, let's begin. Where were you born? Где вы родились? Where were you born? In Scotland. In Scotland, в Шотландии. Where were you born? In Moscow. Where were you born? In Pushkinah. Where was she born? Was, потому что she, where was she born? She was born in New York. Where was he born? He was born in Berlin. Okay. What do you do? What do you do? Вот здесь специфика вопроса. What do you do? Это вопрос о профессии. What do you do? Многие путают с вопросом, what are you doing? What do you do? I'm a teacher. I'm a teacher. Я учитель. What do you do? I'm a businesswoman. What do you do? I'm an accountant. Я бухгалтер. What do you do? I'm an economist. Okay. И так далее. Are you married? Are you married? Вы замужем? Вы женаты? В английском языке нет разницы вопроса для мужчин и для женщин. Он задается одним и тем же способом. Are you married? No, I'm not. No, I'm not. Нет. Why are you learning English? Why are you learning English? А почему вы учите английский? Why are you learning English? Почему вы учите английский? Прямо сейчас. Это одна из функций present continuous. What are you doing? I'm sitting. What are you learning? I'm learning English in front of the computer. Я учу английский перед компьютером. Это одна из функций. Это то, что вы думаете, делаете сейчас. Другая функция. Это то, что вы временно делаете вокруг настоящего момента. Ну, например, подробно я рассказывал это в первой части курса. Например, у вас на постели лежит книга, ну, любовный романчик, и он на страничке сотой. А всего в любовном романчике 200 страниц. What are you reading? I'm reading romance. I'm reading a romance novel. Я читаю любовный роман. Роман. Значит, вы показываете, что в данный момент вы не читаете. Он у вас на кроватке лежит. Но это действие происходит вокруг настоящего момента. Сто страничек прочитали, сто осталось, и через какое-то время вы его заканчиваете. Вот. Why are you learning English? Это как раз второе значение. Может быть, сейчас он совершенно не учит английский. Но он приехал в Англию две недели назад, через две недели уедет, и вот, находясь в Англии, он учит английский. Вот почему здесь в present continuous. Because I need it for my job. Because I need it for my job. Что он мне нужен для работы. When did you start learning English? When did you start learning English? По-симплому. Когда вы начали изучать. Did вопрос. По-симплому. Действие произошло в прошлом. Закончилось. Есть указание на время. When. When did you start? Когда вы начали. Это уже прошло. Вы начали. Это все уже давно в прошлом. When did you start learning English? Two years ago. Two years ago. Вот указание на время. I started learning English two years ago. I started. По-симпл. I started learning English two years ago. Правильный глагол. Start. Started. Started. Вторая колонка. По-симпл. I started learning English two years ago. How often do you have English classes? А как часто у тебя английский? How often do you have English? Present simple. Действие происходит с периодичностью из раза в раз. И здесь флажок how often. Как часто? Twice a week. Twice a week. I have English classes twice a week. Я учу английский два раза в неделю. А это present simple. И, наверное, еще кусочек послушаем следующего tape script. Ok. Tape script 1.2. Tape script 1.2. Антон Кристоф from Toronto, Canada. Кристоф from Toronto, Canada. Будем слушать про Антона Кристофа. Он в Торонто живет, в Канаде. Hi. I'm Anton. Hi. I'm Anton. I come from Canada. I come from Canada. Я из Канады. Вот, смотрите, здесь подсказочка. Здесь глаголы надо вставлять. Но мы будем использовать ее как tape script. I come from Canada. The moment I'm living here in New York. But at the moment I'm living here in New York. Но в настоящий момент я живу в Нью-Йорке. I am living here in New York. Present continuous действие происходит вокруг настоящего момента. То есть, он начал жить в Нью-Йорке, уедет через какое-то время к себе в Канаду. Действие происходит временно. Временно вокруг настоящего момента. Месяц прожил, еще месяц проживет, лето провел и уедет. Я работаю как мессенджер, разводящий информацию на байке. Байк мессенджер. Окей, какую-то информацию развозит. Может быть, какую-то почту развозит. I'm working. Тоже present continuous используем. Тоже вокруг настоящего момента. Может быть, он рассказывает свою историю в баре сидит. I really like New York. I really like New York. Я по-настоящему люблю Нью-Йорк. Present simple. Like в continuous, как правило, не употребляется. Я люблю... It's the center of the universe, and it's very cosmopolitan. It's the center of the universe, and it's very cosmopolitan. Это центр вселенной, с его точки зрения, и он многонационален. Cosmopolitan. I have friends from all over the world. I have friends from all over the world. И у меня друзья по всему миру. I earn about a hundred dollars a day in this job. I earn about a hundred dollars a day in this job. Я зарабатываю примерно 100 долларов, 100 баксов в день на этой работе. I earn. Present simple. С периодичностью зарабатывает 100 плюс 100 плюс 100. That's good money. That's good money. Это хорошие деньги. I'm saving money for my education. I'm saving money for my education. Я коплю деньги на образование. But my parents are from Bulgaria. I was born in Toronto, but my parents are from Bulgaria. Тут я вторую часть не вижу, значит, на слух буду переводить. Окей. Так, он родился в Торонто, в Канаде, а родители из Болгарии. They moved to Canada 30 years ago. Они переехали в Канаду 30 лет назад. Есть указание на время. 30 years ago переехали. Moved was simple. When they first arrived, they didn't speak any English. When they first arrived, they didn't speak any English. И когда они прибыли, они не говорили на английском. They didn't speak any English. Arrived – вторая форма. They worried about me. Last month I had a bad accident on my bike. Last month I had a bad accident on my bike. Почему они worry, волнуются? They worry about me. Потому что в прошлом месяце, last month, I had an accident. У меня произошел опасный несчастный случай на велосипеде. Fine now. I'm fine now. Сейчас все хорошо. Next September I'm going back home to Toronto. Next September I'm going back to Toronto. В следующем, ну, в ближайшем сентябре, в сентябре я еду в Торонто. I'm going back to Toronto. Present continuous – значение действия, которое заранее запланировано. Может, билеты уже есть на сентябрь. Это очень трудное значение. Present continuous – действие произойдет в ближайшем будущем. Заранее запланировано. I'm going back to Toronto. Next September I'm going back to Toronto. В следующем сентябре я еду в Торонто. Билеты запланировал, родители ждут, знают, будут встречать в аэропорту. Потребляет present continuous. And I'm going to study for a master's degree. And I'm going to study for the master's degree. I'm going to study. А здесь I'm going – оборот. Я собираюсь заниматься по программе master, по программе, так, бакалавриат, а это магистратура. Master. Я собираюсь заниматься в магистратуре, поэтому деньги экономлю. And I hope to get a good job. And I hope to get a good job. И после этого I hope to get a good job. Надеюсь получить хорошую работу. Вот для чего ему нужно образование. You're good. Very nice. Very, very nice. We started a new chapter in our education, начали новую главу, повысили уровень. It's another level. And the main idea of the course is the same. Основная идея курса, она стала спешной. Чистить. To clean your things regularly and to learn English regularly. I appreciate you staying with me. I'm saying goodbye to you. All the best. See you again, Alex. Субтитры создавал DimaTorzok